И шуршит как бюллетень, и выглядит как бюллетень, и на первый взгляд обладает защитой именно как бюллетень для голосования. Неожиданную находку Максим Корольков принес в редакцию нашего телеканала. Если, конечно, это окажется оригинал, то я считаю, что, конечно, ну, хотя, может быть, это проявление каких-то новых политических или пиар-акций. Ульяновский сегмент Фейсбука, где появилась запись Максима о найденных бланках для голосования, отреагировал на вид абсолютно аполитично. Словно и не произошло ничего из ряда вон. Максим сообщал, бумаги нашла супруга. Именно бумаги. Это был не один лист. Где-то, наверное, с десяток-то было. То есть, сколько-то столько они увидели, просто пока шли. А сколько вообще там разбросано, конечно, это неизвестно. Всего тысяча. Это совершенно точно установлено избирательной комиссией Ульяновской области. На сегодняшнем внеочередном совещании председатель Юрий Андриенко выдал полный расклад по случившемуся. О нехватке пачки бюллетеней сообщили сотрудники избиркома, принимавшие документы при разгрузке с типографией. Основная версия случившегося – утеря части груза по маршруту следования. Бюллетени перевозились на автомобиле УАЗ, бортовом, тентованном, так называемой ферме. То есть, бортовой, тентованный УАЗ. Водитель и те, кто участвовал в прогрузке, утверждают, что бюллетени были уложены в кузов так, что они не могли перевалиться через борт. Но, судя по всему, перевалились. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются и уточняются. Избирательная комиссия сообщает – инцидент подробно разберут и примут меры для недопущения аналогичных происшествий в будущем. Что касается найденных гражданами бланков, то переживать, что кто-то проголосует за вас не стоит. Бюллетени-потеряшки можно оставить на память, как сувенир. Никакой роли в голосовании они играть не будут. Мы сегодня приняли решение, чтобы уничтожить тот неполный, теперь уже получается, тираж бюллетени, который был изготовлен. Изготовить новый тираж, защитить его совершенно по-другому. Бюллетень защитить, чем было в первый раз, для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не воспользовался, скажем, бюллетенем, для того, чтобы проголосовать 9 сентября. В это же время местные соцсети проснулись, и некоторые блогеры пытаются представить ситуацию с тысячей бюллетеней, как попытку повлиять на итоги голосования. Однако, если предположить, что бланки действительно были украдены, неизвестные злоумышленники просчитались. Бросать документ с волеизъявлением стоит все-таки в урну для голосования, а не на дорогу и тротуар. Евгений Луковкин, Геннадий Бухтояров, Леонид Скоморохов, Репортер 73.